Члены семьи Зарудина впервые открывают дверь своей собственной квартиры и сразу с порога начинают планировать, как обустроить новое жилье. В большой светлой комнате можно реализовать любые дизайнерские решения, уверена Елена Зарудина. Классно для окна, конечно, будет стол, хотим вообще делать на всю ширину, потому что все-таки ребенок ученик. Какой будет кухня, еще предстоит решить, а вот интерьер на балконе, с которого открывается панорамный вид на сходню, уже определен. У нас уже заняла дочь, она сказала, чтобы эту зону отдыха устраивать там свою. Она уже, да, она уже прочитала свою книгу, как делать дизайнер. Позади у Зарудинах 8 лет на съемной квартире. Половину из этого срока они провели в тревожном ожидании окончания строительства их собственного жилья. В 2018 году генеральный подрядчик обанкротился. Стройка многоквартирного дома на два корпуса могла затянуться на долгие годы. Но на помощь дольщикам пришло государство. Благодаря такой вот командной работе и губернатора, и администрации ХИМОК, все вместе все-таки они пришли вот к такому итогу, что мы здесь сейчас уже в своих квартирах. Хотя, честно говоря, еще не верится. Немножко как-то так долго ждали, все надеялись, что сейчас как-то вот стою вот вам и говорю, а как-то еще не знаю, неужели. Вот, поэтому спасибо всем, кто принял вот участие в том, чтобы вот мы почувствовали вот эту радость. Недострой взяли на контроль правительство Московской области и администрация ХИМОК. Нашли инвесторов и стройку завершили в ноябре 2021 года. Поздравить людей с переездом в свое собственное жилье и вручить ключи приехали депутаты, глава округа Дмитрий Волошин. Примите мои искренние поздравления. Спасибо большое всем за терпение. Как говорится, мы просто с удержим, людям помогаем. И медленно, но верно, вопрос дольщики решаем. Я все это уверен, что к 23-му году, как и запланировано, в ХИМках точно не должно остаться ни одного ключа, который не будет выдан. В всяком случае мы точно к этому уже подошли близко. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила, что благодаря новому федеральному закону в сфере долевого строительства обманутых дольщиков больше быть не должно. Московская область, где больше всего было пострадавших именно вот с этой проблемой, действительно в 23-м год, в конце 23-го года не заканчивают. Здесь спасибо, конечно, и губернатору, который взял на все на контроль. Это, конечно, и администрация города ХИМок, и, конечно, строители, которые доводили все это, и делали. Уже бывшие обманутые дольщики, а их здесь было 57, поблагодарили за то, что вопрос с окончанием строительства дома не затянули на долгие годы. В момент утешения такое успокоение, когда уже работы начались. Хотя, как бы, волнительно все равно до настоящего момента. Волнение не уходило до настоящего момента. Спасибо всем. Благодаря поддержке правительства Московской области только в этом году ключи от квартир в ХИМках получили уже сотни химчан. Практически все проблемные объекты на территории Московской области, они проходят через Министерство жилищной политики и достраиваются либо с привлечением инвесторов, либо с привлечением других средств. Например, в 2021 году в ХИМках ключи от собственных квартир получили дольщики ЖК «Авиатор». Администрация города при поддержке губернатора региона привлекла к работе нового застройщика. В августе работы в доме на 450 квартир были завершены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова